МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опа. Птичкой. Или вот такой, боже, коровку. Магнитик. Хочешь такой? Нет, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хочу. Значит, мы отправимся с тобой в музей камнерезанного и ювелирного искусства. Погоди, на дорожку заканчивай. Пожалуйста. Внимание, друзья мои, загадка. На дворе переполох. С неба сыплется горох. Съела шесть горошин Нина. У нее теперь ангина. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Повторю, на дворе переполох. С неба сыплется горох. Съела шесть горошин Нина. У нее теперь ангина. Ну, присылайте правильный ответ, получайте приз. Ну что ж, я готов тебя познакомить с нашими гостями. Это Наталья Косарева, научный сотрудник музея камнерезанного и ювелирного искусства, но и старый наш знакомый, Боша Мысков. Здравствуйте. 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 Наталья, расскажите, что за музей такой? Мы слышали, но никогда там не бывали. Что там происходит? Что там делают? Наш музей называется Музей истории камнерезанного и ювелирного искусства. Ну и, как сказано в названии, хранятся там замечательные произведения из камня. Там есть прекрасные ювелирные украшения, замечательные камнерезные изделия, в том числе и уральских мастеров. Класс. Ну а вот детям, чем вы можете заинтересовать детей? Вот эти вот брошки я показал, я не зря показал, это же можно самому сделать. Конечно. Давайте сейчас вот Гошка у нас будет тут рисовать, что для этого нужно? Для этого нам нужен камушек, это морская галька, она у нас вот такая маленькая, тоненькая. Каждый из них особенный, своего размера, своей формы. Нам нужны замечательные краски акриловые, карандашик, кисточка, вода, конечно же, брошка, основа, либо магнитная лента. То есть нам нужны вот на море, когда поедешь на море, полетишь, белую гальку мне привези и будем делать с тобой. Светлую гальку, да? И на ней мы начинаем рисовать карандашом какой-то эскиз. Да, у нас карандашиком уже есть нарисованная замечательная героиня сказа Павла Петровича Бажова, кошечка Муренка. Муренка, да-да-да. Да, точно, точно. А ребята знают, что это за сказ, как он называется? Ты знаешь? Это Серебряная копытца. Правильно, это Серебряная копытца. А наш мастер-класс называется Танюшкина пуговка. Это еще один сказ Павла Петровича Бажова. Если вы, ребята, не читали Бажова... Как не читали, да все читали. Ну, почитайте, перечитайте. Я недавно читал про Павла Петровича. Ну ладно, подожди, если читал, это мы и знаем. В этой самой волшебной пуговке девочка Танюшка могла видеть разные чудеса, разные узоры, разные самоцветы. А у нас вот ей на помощь в этой пуговке показалась кошечка Муренка. Ну, давай, будем рассказывать. Так, Гоша. Гоша, бери, пожалуйста, кисточку. У нас здесь есть с тобой уже готовый эскиз. Давай, Гоша. А с джаной его? Магнитно. Ничего страшного. Акриловые краски не очень любят воду, поэтому лучше всего рисовать именно чуть влажной кисточкой. Ага. А еще эти краски очень трудно отстирываются от одежды, если ее сразу не постирать. Понятно, вот, запоминать акриловые краски. Поэтому будьте осторожны, не добавляйте своей маме работы. Слушайте, ну к вам ведь можно в музей прийти и вот этим заняться всем. Мастер-классы у вас проводятся. Да, это класс. Слушайте, мы вас благодарим. Гошка, давай ты там рисуй, потом покажешь, что у тебя получилось. Спасибо. Спасибо, мы благодарим Наталью Косову, научного сотрудника музея камнерезанного и ливного искусства. Спасибо большое. В гости. Да, ждите в гости, мы обязательно к вам придем. Пока-пока. Пока-пока. Выходите.